Перевернется, загорится и придавит с собой вот эти двери. Без турбин и каких-либо пищевых добавок. Но на торможении она, скорее всего, выбьет вам лобовое стекло. Дети там обделывались быстрее, чем машина разгонялась до ста. За 18 миллионов рублей вы можете отправить всю Рязань на отдых в Турцию, пересадить мозг Прохору, Шаляпину или купить всего лишь один автомобиль, который докажет всем, что ваша жизнь удалась. Это передача про самые редкие и дорогие автомобили в России. И сегодня у нас великий и ужасный Mercedes-Benz SLS AMG. В случае именно с этой машиной у нас, россиян, есть особенный повод для гордости. Именно благодаря точному удару 12-й модели Жигулей был впервые в мире списан SLS AMG. Дело было в 2010 году в Москве, когда клиентам стали доставлять еще самые первые сходящие с конвейера машины. Как я говорил, такое купе стоит 18 миллионов рублей, но нет предела совершенству. Если вы хотите SLS прощальной версии Final Edition, то готовьте 30 миллионов рублей. Если вы хотите карбоновый SLS Black Series, то вам понадобится уже 50. И, наконец, версия Brabus обойдется вам в 70 миллионов рублей. Но вне зависимости от версии вы получите вот эти крутые двери, ручки которых выезжают нажатием кнопки на ключе. Причем они находятся на такой высоте, что открыть их проще лежа, чем стоя. Давайте измерим, на какой высоте они расположены. 21, 22, 23, 24, 25, 25,5. То есть она чуть-чуть выше, чем клиренс Гелендвагена Ландале. Но если измерять клиренс этой машины в деньгах, и еще в самой нижней точке, у нас уйдет на это 20 миллионов рублей. Ну вы скажете, а что если машина вылетит с дороги, перевернется, загорится и придавит с собой вот эти двери, и вы не сможете ее открыть? Что делать, если вам очень-очень-очень захочется в этот момент вылезти наружу? Через 10 секунд петли автоматически разомкнутся, и вы сможете выпить дверь ногой. Только не повторяйте это на своей Toyota Camry. Я вас предупредил. С вас лайк за лайфхак. У нормальной машины двигатель бы уместился где-то вот здесь. Но здесь его сместили в перчаточный ящик, и теперь туда не влезает ничего больше Библии. А пассажиру очень скоро захочется ее почитать. Это V8 объемом 6,2 литра, без турбин и каких-либо пищевых добавок. Кстати, это первая восьмерка, которую АМГ разработали с нуля. Она ставилась даже на минивэн R63 АМГ. Была такая ошибка человечества. Дети там обделывались быстрее, чем машина разгонялась до 100. А делано это очень быстро, за 5 секунд. Кстати, подписывайтесь на наши каналы. Самые последние тест-драйвы на канале Мотор. И самые дорогие автомобили в России на канале Привет Тачка. Ссылки будут в описании. В дверях даже нет никаких ниш для мелочей, потому что все бы из них просто вываливалось бы вам на голову. Туда не смогли даже приспособить брусья безопасности, поэтому от бокового удара вас защищает высокий и широкий порог. Вот почему у новой АМГ GT купе сделали обычные, трибинальные стандартные двери. Инженеры просто, наверное, умоляли, чтобы ничего подобного не повторять вот это вот на новой машине. Кстати, это отличный шанс выяснить, что легендарнее – крыло чайки Мерседеса или гильотины у Ламборгини. Напиши в комментариях, что выглядит реально круче. Давай устроим батл в комментариях, и через неделю подведем его результаты. С открытыми дверями высота СЛС сравнима с высотой Land Cruiser 200, поэтому если у вас маленький рост, то у вас могут возникнуть проблемы с их закрыванием. Американцы спрашивали, почему сюда не установили электропривод закрывания и открывания дверей? Ну, он бы весил около 40 килограмм, а это драгоценные секунды на трассе. Отсюда я даже не вижу, где заканчивается капот. То есть сначала в поворот въезжают передние колеса, а потом уже все остальное. Вы должны смириться, что инженеры все сделали, как в настоящей гоночной машине. Двигателю уделено главное место, а вас посадили куда-то в багажник. В салоне даже некуда положить главный российский мужской аксессуар. Вы можете выбирать между вот этим вот карманом из джинсов Николая Валуева, или положить ее вот сюда на полку, но на торможение она, скорее всего, выбьет вам лобовое стекло. Семиступенчатый робот с двойным сцеплением отнесен назад, чтобы дополнительно загружать заднюю ось, а управляется он вот этим вот миниатюрным рычажком. Кстати, сравните его с набалдашником механики классического купе-крыло-чайки. 60 лет автомобильной эволюции в одной детали. У коробки передач есть режим спорт и спорт плюс, но никто 8 лет назад не догадывался, что сюда можно добавить еще и режим рейс, чтобы доезжать супермаркеты до дома на 0,3 быстрее. Перед глазами очень лаконичная приборная панель, справа классический аналоговый тахометр, но его дублирует здесь световая полоска, которая показывает оптимальный момент переключения лепестками передачи, прямо как в машине Формулы-1. Слева спидометр, размеченный до 360 км в час, видимо, расчет на то, что вас может транспортировать на тросе на сервис Бугатти Верон. Реальная скорость машины максимальная чуть ниже, 317 км в час, но это все равно позволило поставить один рекорд. Получить рекордный штраф. Так на шоссе Швейцарии 37-летний швед разогнался на своем СЛС до 300 км в час. Первая полицейская камера была такая старая, что просто не смогла уловить такой быстрый объект. Но вторая все-таки сработала. Полицейским швец сказал, что у него просто сломался спидометр. Но когда они выслушали эту убедительную историю, они просто посадили его в тюрьму и выставили ему штраф в 789 тысяч евро. Потому что в Швейцарии размер штрафа умножается на доход нарушителя. И сейчас вы поймете, почему тот владелец СЛС буквально ничего не мог с собой поделать. Этот звук мотора буквально сводит с ума. Этот двигатель крутится до 7 тысяч оборотов и не знает, что такое турбины и батарейки. Таких больше не производят. Но они продолжают жить в чьих-то гаражах. Это передача про самые дорогие автомобили в России. Оставайтесь с нами.